Дизайнерский кофейный столик олицетворяет собой соединение двух стихий – дерева и земли. Последнюю символизирует стеклянная столешница. Вращающиеся кресла – реплики знаменитой модели под названием «Яйцо». Мы поставили в гостиной два вот таких эффектных кресла, и сразу стало понятно, что эта комната именно для двоих. Спинка у кресла высокая, сидеть удобно. Обивка шерстяная, чуть-чуть грубоватая. Вообще, это легендарная модель, придуманная датским дизайнером Арной Якобсеном в конце 50-х годов XX века. Тогда она произвела настоящий фурор, и по всему миру, что неудивительно, разошлись миллионы копий знаменитого кресла «Яйца». Рядом вот такой журнальный столик необычной конструкции. Если присмотреться, то подстолье из массива темного ореха напоминает иероглиф. Это не случайно, потому что придумал его американец японского происхождения Исаму Нагучи. Столешница стеклянная, довольно прочная, толщиной в 2 сантиметра. И обратите внимание, все углы у столика скругленные, как и у нашей гостиной. Диван мы поставили. На тот случай, если желающих посидеть, в комнате будет больше двух. Все чехлы у него съемные, ухаживать просто. Ну и можно разложить и оставить ночевать кого-то из гостей, которых так любят принимать наши герои. На полу ковер шегги, нежного, светло-бежевого оттенка. Шегги в переводе с английского означает большой, пушистый. Ковер действительно объемный за счет ворса разной длины. Родом он из конца 60-х, эпохи хиппи. Ну и сегодня у этой модели масса поклонников. Ковер практичный, потому что все волокна покрыты защитным слоем тефлона, грязь не впитывается. И даже если что-то пролить, то все легко очистится. Весь текстиль у нас теплых, натуральных оттенков. На французском окне ткань, имитирующая рогожку. В нише шторы дополняет ламбрикен кофейного цвета, отороченный декоративным шнурком. Подхваты сделаны ему в тон. Телевизор с диагональю 102 сантиметра. Над ним часы в стиле Прованс. Сундук с отделкой из коноплей и натуральной кожи не просто украшение, а еще и вместительное место хранения. Данил, мы очень необычно оформили вот эту нишу. Сразу массу ассоциаций вызывает и театральный занавес, и может быть фальш-окно. Действительно очень похоже. Кроме того, она несет очень важную функцию по архитектуре в комнате, потому что была длинная, пустая, скучная стена, но ее разбили. Сделали вот такую парадную композицию в центре. Она подчеркнута выступающей лепниной. Получается загадочная история за занавесками, которую можно при желании нам зашторить. Так, давай покажем. Тогда у нас получится совершенно какая-то другая атмосфера в комнате. Мы не видим современную технику, телевизор. Более такая камерная обстановка у нас, приватная получилась. Можно сказать, таинственная. Что-то там такое непонятное, то ли окно, то ли сцены. А если приоткроем, то как раз такая уютная зона. Можно сесть на диванчик и телевизор спокойно посмотреть или в кресле устроиться. Ну и, кстати, ткань у нас перекликается везде. Вот такая достаточно грубая и на шторах, на ламбрикене, и обивка сундука тоже продолжает эту историю. Да, этим как раз я хотел еще раз подчеркнуть, что мы находимся за городом. Сундук – это такая загородная история. То есть, если вспомнить, как и раньше их использовали, встали они в деревнях, там хранили все самое ценное. Приданное. Приданное, например, да. Также у нас он открывается. Как раз может быть хранилище для постельного белья и подушек, например. Что угодно. У нас же диван есть, да, в комнате. Очень удобно. И столик журнальный тоже из него получится такой. Второй, если одного не хватит. Действительно. А если пришло слишком много народа, не помещается ни в кресле, ни на диване, можно и на него присесть. Переприсесть. Давай присядем. Ну вот такая завалинка у нас даже получилась для двоих. Недаром мы комнату для супругов делали. Да. Ну что, будем продолжать украшать интерьер? Давайте продолжим. Старые семейные фотографии, несомненно, вызовут улыбку у хозяев этого дома. Рамы сделаны из бука. Торшеры с круглыми абажурами придумал Марк Седлер. Этот дизайнер много экспериментировал с пластмассами и даже создал первый пластмассовый лыжный ботинок. Посуда с графичным рисунком сделана из закаленного стекла, поэтому ее трудно повредить. Фужеры и конфетницы отличаются особой прозрачностью и блеском. Редактор субтитров А.Семкин Данил, как мы и планировали, получилась обнимающая гостиная, такая теплая, с искругленными углами. Да, для этого мы выровняли изначально неправильную форму комнаты. У нас, например, было только одно окно на этой стене. Мы повторили его и с этой стороны, удлинили в пол. Также в ответ дали ниши на противоположной стене. Напротив вот этого замечательного шкафа, одновременно являющимся дверью в комнату, у нас французское окно. То есть мы входим, сразу попадаем на какую-то красивую картинку. Там даже видно какой-то садик. Небольшой садик, да. Ну и после этих манипуляций комната стала правильной формой, с четкой структурой. То есть вот эти вот законы классического интерьера мы в целом выдержали? Да, полностью соблюли. Но тем не менее, всю эту историю мы освежаем еще какими-то современными деталями. Как, например, высокие радиаторы с современным дизайном. Также у нас ультрасовременные торшеры стоят по углам. Очень напоминают в советских парикмахерских такие фены. Действительно есть такое ощущение от них. Также у нас нет классического света в комнате, то есть нет люстры. Зато у нас есть много точечного света, тоже современного дизайна светильники, которые тоже как бы взбадривают и освежают всю эту классическую историю. Тем не менее, все равно остается какое-то такое ретро-ощущение от комнаты. Сундук довольно-таки такой ретро. Вот это замечательная фотография в овале. На фотографии у нас как раз Заремы, Вячеслав. В этом году они 40 лет совместной жизни отмечают, рубиновая свадьба. Так что какие-то дополнительные приятные эмоции, я думаю, вот это решение вызовет. Да, мы попросили эту фотографию специально из-за семейного архива. Довольно сильно увеличили и сделали тоже в таком цвете, спокойном. И она очень уютно села. Ну и получается, у нас вся цветовая гамма достаточно монохромная, такая серо-коричневая. К тому же мы поддержали еще и в текстиле. Он у нас сливается на подушках принца. Тот же рисунок. С тем же рисунком, потому что он и есть. Также у нас тут не скучно, потому что можно положить яркими цветами наружу. На усмотрение наших героев. Захотят перевернут. Да, будет повеселее. Ну что, мне кажется, вот такое сочетание современных деталей и классических как раз позволит эту гостиную использовать не только для посиделок вдвоем, но и для того, чтобы всю семью позвать, младшее поколение, всем собраться. Да, как мы и задумывали. Ну а понравится ли новый интерьер нашим героям, мы узнаем сразу после рекламы. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой, здравствуй, наш дом. Наконец-то мы. О, боже мой, красота. Мое французское окно. Мое французское окно. А подглядывать-то можно? А, мы ничего не увидим. Там все-таки навешано. Ничего-ничего не видишь. Слушайте, мама, все, счастье. А их можно, может быть, потом куда-то... Огно стало выше, конечно. Смотри, а тут какие-то вот такие вот штуки. Замечательные, как я тут делала. Красивые. Я так люблю вот такие решетки. Это прям как во Франции. Ну, пойдемте домой. Может, там дома еще лучше. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите, проходите, проходите. Ну что? О, боже мой, я вижу. Окна еще один. Здорово. О, я не вижу. Все, сразу на окна. Да, вообще. Мы вообще другого. Мы даже не ожидали. Это просто суперрешение. И стена... Как витражи. Ну, надо, конечно, тут додумывать, что-то нам дальше делать. Вы потом на веранде продолжите. Ну, как у вас вообще первое впечатление от вида снаружи? Вы уже окно успели посмотреть? Ой, мы были удивлены. Приятно, потому что это наша мечта, францужское окно. И она сбывается. Вячеслава не оторвать, уже все. Уже рамы рассматривают. Рамы чудесные. И там такая же. И точно такой же окошек. Очень красиво. Сейчас пройдете по... Так очень красиво. Отличные вещи. Света, наверное, полно в комнате, да? Наверное, это парень. Ну, опять не было. У меня теперь ожидание чего-то опять нового.